Казанский университет в годы Великой Отечественной войны был местом, где проводились самые передовые научные исследования в области физиологии. В помещениях вуза с 1941 по 1944 год располагались эвакуированные в Казань Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности имени Павлова Академии медицинских наук СССР и Физиологический Институт имени Павлова Академии наук СССР, которым руководил академик Леон Арбели. Сотрудники этих институтов занимались проблемами, связанными с лечением раненых. Они исследовали влияние на организм недостаточного снабжения кислородом, взрывной волны, стимуляторов центральной нервной системы и многое другое. Леон Арбели – выдающийся ученый, работавший в Казани и внесший значительный вклад в различные области науки. Арбели был специалистом в области биологии и генетики, его работы по изучению наследственных законов и мутаций оказали заметное влияние на развитие науки. Стремление ученых улучшить обеспечение фронта и тыла продовольствием проявлялось в работе специальной комиссии во главе с академиком Арбели, которая начала свою деятельность в апреле 1942 года в Казани. При ней была поставлена задача выявления дополнительных пищевых ресурсов. В состав комиссии входили две подкомиссии – ботаническая и зоологическая. Опираясь на изыскание ученых Ботанического института, Академии наук СССР и исследовательских учреждений по Волжье, было организовано изучение растительных ресурсов региона, поиск новых видов пищевого сырья. Комиссия стимулировала исследования зоологов по изучению проблемы динамики численности животных, оценки различных животных с точки зрения их пищи и сырья для промышленности. На кафедре физиологии человека и животных Казанского университета в военные годы проводились фундаментальные научные исследования по изучению закономерностей возбуждения и торможения в нервном мышечном аппарате. Была выполнена большая серия работ по исследованию функциональных свойств мионеврального соединения при постатоническом усилении сокращения мышц. Изучение этой проблемы продолжалось около 10 лет, а после была дана собственная оригинальная трактовка действия эндокринного кальция, освобождающегося в нервном мышечном соединении при прохождении нервного импульса. В Казанском университете в годы войны было сформировано представление о роли кальция в мионевральном соединении, которое получило широкое распространение и развитие в настоящее время. Сотрудники кафедры в военное время много работали на трудовом фронте, подсобном хозяйстве, на разгрузке дров с барж и тому подобное. По вечерам сотрудницы кафедры решили белье для участников боевых сражений. Учебная работа в УЗИ в тот период велась в ограниченном объеме. Так, на кафедре физиологии училось всего 2-3 студента, и абсолютно каждый человек, учившийся или трудящийся, жил на благо Родины. Резида Каримова, Универ Новости.